Образ Мастерская образа в грани – это место, где происходит перевоплощение в героев сказок и мифов, персонажей кинофильмов, книг, видеоигр. Это место, где раскрываются все грани творчества и искусства. Сегодня мы находимся в мастерской образа в грани и познакомимся с Еленой Рубцовой, мастером пластического грима, художественных образов, а также пастежором, парикмахером и визажистом. Елена, все начинается с детства. Скажите, с какого момента вы поняли, что творческое искусство – это ваше призвание? Именно призвание? Нет, призвание именно в осознанном состоянии, когда я уже, или когда в детстве. Когда в детстве. Я это поняла. Наверное, тогда, когда захотела пойти в художественную школу. Я прочитала ваше интервью, но одно из, где вы ответили на вопрос, что, точнее, сказали, что я записалась в художественную школу самостоятельно. Расскажите о процессе обучения в художественной школе. Я помню свое первое занятие. Вот его я точно никогда не забуду, потому что я пришла самостоятельно туда. Преподавателя не было, и меня посадили за мольберт, дали листок бумаги и попросили нарисовать, там был натюрморт, как рост рябины лежавшая. И никто мне не показывал, как это нужно делать. То есть, как нужно рисовать, как нужно держать карандаш и все прочее. Я начала рисовать. Промучилась, наверное, два с половиной часа, когда вот это вот занятие длилось. И потом, когда я была очень довольна этим рисунком своим, я пошла посмотреть на работы других ребят. И после этого я поняла, что мне еще много чему нужно научиться, потому что этот рисуночек, который у меня был, я не помню, сохранился он или нет. Но именно этот рисунок заставил меня понять, что в мире есть очень большое количество информации и навыков, и всего-всего-всего. И мне нужно учиться и продолжать дальше учиться. Именно вот в художественной школе. И мне хотелось рисовать именно вот так, как ребята, работы которых я увидела. Занятие в художественной школе как-то меняет мировосприятие? Очень меняет. Особенно, когда начинаешь заниматься живописью. Был момент тоже, который мне вот прям вот запомнился. И после этого я начала видеть мир по-другому. Шла домой, именно после занятий в художественной школе. И если до этого я рисовала на уровне ребенка в плане количества белого или другого цвета, количество белого преобладало, то вот тогда, когда я шла, и это было лето, и я увидела просто траву в наложении в мазковку. И после этого я поняла, что я могу писать совсем по-другому. И уже натюрморт, и, соответственно, все остальное уже пошло лучше. Вы хотели поступить на дизайнера в Челябинске. Скажите, почему не получилось? Потому что навыков не хватило. Тогда у меня за плечами была только художественная школа, а когда я приехала поступать, также увидев работы других ребят, я поняла, что у меня очень мало шансов поступить, тем более на бюджет, с учетом того, что я из другого города. Вот. И... То есть на дизайнера я не поступила. Отучилась на совсем другой специальности. А после того уже, как я закончила, как-то дорога пошла именно вот в направлении творческом и направлении искусства. И сейчас я так же продолжаю идти по этому пути. То есть тогда я осознала, что рисовать можно на чем угодно, если хочется именно рисовать. Почему альтернативой к факультету дизайна стал факультет туризма? Мне нравится путешествовать. Правда, я не могу похвастаться большим списком путешествий, но за время обучения я была много людей. Скажите о том, как проходило ваше знакомство с искусством пластического грима, подиарта, где вы проходили обучение? Началось всё с макияжа. Когда я начала себя пробовать именно в Театре моды Валькирия, меня как-то попросили накрасить, подготовить девочек к выступлению, так как визажист тогда не пришёл. И с той косметикой, которая у меня была, я просто взяла и накрасила. Все сказали, о, прикольно. И потом я начала уже красить людей для съёмок. Мне уже не хватало навыков. Точнее, не то, что не хватало навыков. Мне хватало навыков для макияжа, но мне хотелось чего-то большего. И когда меня позвали визажистом на один мастер-класс фотографа в фотошколу Юргу, тогда, помню, приезжал Андрей Кезин, и, посмотрев на его работы, я поняла, что есть куда ещё расти дальше. И он познакомил меня с Денисом Райковым. Это пластический племёр, который в Питере, в Санкт-Петербурге. Приехала я к нему на обучение, на курсы. Они длились 10 дней, ну, где-то 7-10. И потом вернулась, поняла, что у меня нет никаких инструментов здесь. И меня познакомили с местным скульптором Виктором Маркунасовым, у которого в мастерской дальше я и продолжила работать и добирать навыки уже по скульптуре, по формовке. В какой-то момент я узнала о том, что здесь, в Челябинске, есть ещё два пластических гримера, с которыми мы познакомились. Они учились в Новосибирске у другого мастера. И мы начали дружить. А после этого уже организовали мастерскую образа в грани. То есть надо было несколько человек. Потом наши дороги несколько разошлись, потому что у каждого своя направленность. Кому-то интересно в съёмках участвовать, кому-то делать всякие хоррорские образы. И Кирилл собрался уже уезжать в Питер. А я здесь осталась и продолжаю дальше здесь творить. Мы сказали, хотелось чего-то большего. Сейчас вы развиваете свою мастерскую образов. Не хотели ли вы расширить географию, открыть филиал? Это уже происходит, потому что в скором времени откроется филиал в мастерской базовграни в Москве. К этому мы пришли тоже случайно, когда я проезжала из Петербурга через Москву. И мне нужно было снять несколько слепков с людей, потому что заказы именно московские были. и мы решили сделать проект с ребятами, которые вот там в Москве. И от них поступило предложение в плане, что мне неудобно ездить каждый раз, а им интересно делать тоже образы. От них поступило предложение, почему бы не организовать мастерскую образовграни в Москве филиал. Это было в декабре, а в январе, вот сейчас, и вы уже приехали ко мне на обучение. Вы постоянно говорите образ и название вашей мастерской образов. Образ — это понятие собирательное, состоит оно из многочисленных компонентов. Какие это компоненты? Смотря образ чего? Если мы говорим о человеке, то это костюм, это грим, это прическа, это актерская игра, это окружение и, грубо говоря, действия, ну, еще и последствия. Результат. Целостная картинка образа приходит сразу же перед началом работы или уже в процессе? Почему? Бывает по-разному, но, как правило, есть определенный алгоритм, по которому создается образ и создается вообще, в принципе, любое произведение искусства. Что вы вкладываете в понятие психологизм образов? Давайте оставим этот вопрос, я на него не смогу правильно ответить. Но образ же должен вызывать не только какие-то эстетические впечатления, он должен вызывать эмоции. Да. И эмоции, и вообще, как и любое произведение искусства, образ в себе что-то должен нести обязательно. И в зависимости от того, что он несет, то он и будет вызывать. И та ответственность, которая лежит на создателе, она вот из этого тоже складывается. Где вы постоянно черпаете вдохновение? По моему мнению, есть два колодца, из которых можно безгранично черпать вдохновение. Это природа и это история. Что-то новое очень сложно придумать и изобрести. как правило, изобретать то уже ничего не надо, всё уже было. Это мы берём из истории. А у природы мы учимся чего-то гармоничному, красивому. И образы, как правило, которые берутся у природы, они живые и живут очень долго. Хорошо, а пластические грени довольно кропотливая работа, к тому же энергозатратная, творческая. Никогда не возникало желания оставить своё дело? возникало. Можно сказать и не раз, но в какой-то момент я просто понимаю, что я не могу от этого отказаться. То есть мне достаточно зайти в мастерскую и руки сами пойдут работать. А голова продолжит думать над образами и над тем, как сделать вот это, как сделать вот это, а вот это можно из этого материала сделать. И когда я даже любой материал встречаю или когда к чему-то дотрагиваюсь, то я уже автоматически начинаю думать, как из этого можно сделать что-то. В России довольно мало людей, которые занимаются пластическим гримом, будиартом даже. Почему о вас, о вашей профессии говорят так мало и мало людей знают о том, чем вы занимаетесь? Про экономику знают все. про какие-то прикладные профессии тоже знают все. То есть есть список профессий, когда человек заканчивает школу или когда он знакомится с этим списком, то он уже может выбирать и это все понятно. А та профессия, которая называется, допустим, пластический гример или вообще художник по гриму, у нас не сказать, что не востребованная, она востребована даже очень, но у нас нету школы грима. То есть вот именно такого специализированного заведения, в котором бы происходило обучение именно и подготовка специалистов. То есть это все какие-то курсы, это все какая-то передача опыта, это все съемки кино, допустим. Есть школа при Ленфильме или при Моус-фильме, но там готовят под какие-то конкретные задачи и все. Я начала говорить о боди-арте. Это искусство наверное легче в исполнении, чем пластический грим, но все-таки оно тоже довольно интересно. Я читала, что начинающие мастера могут использовать в качестве материала разводят гуашь шампунем или используют акрил. Что используют профессионалы? Какие краски? Безопасные в первую очередь, потому что гуашь предназначен для другого, так же как акрил. А человек, на кожу которого это наносится, может очень сильно пострадать, если делать что-то неправильно или использовать какие-то неправильные материалы. А художник по гриму и по бодиарту в первую очередь должен использовать как раз именно безопасные материалы, которые есть. И долго ли держатся такие краски на теле? Да, если правильно их нанести, если правильно все сделать, то да. Скажите, какие материалы и инструменты могут использоваться при изготовлении образов? Вот насчет материалов, это бесчисленное количество материалов, которые могут быть использованы в создании образов, то есть это и силикон, и пластики литьевые, и паять приходится подсветку диодную, не диодную, и латекс, и различные виды клеев, даже автомобильная шпатлевка тоже пригождается. Об инструментах? Насчет инструментов, есть вообще инструменты, сейчас, все приходит с опытом, и те инструменты, которые появляются, с которыми удобно работать, они тоже проходят через определенный этап, допустим, вот этот шпатель, который был куплен лет пять, наверное, назад, он до сих пор у меня и есть, потому что с ним очень удобно работать, не буду пока говорить почему, но пригождается он всегда, то есть это один из инструментов, которые находятся в моей дорожной сумке, грубо говоря, и аэрограф, с которым можно как грим накладывать, так и использовать в качестве очень удобного инструмента. Но у вас здесь лежат примеры работы, расскажите немного о них. Это не примеры работы, это слепки, с которыми дальше будет уже производиться работа, то есть сейчас они сохнут, потом уже буду их шлифовать, после этого лепить ту фактуру, которую нужно, затем опять формовать и потом уже заливать тот материал, из которого будут отливаться накладки. Кто обычно обращается к вам с просьбами сделать из их тела произведение искусства, с какой целью люди обращаются? Ну, как правило, это коммерческие больше проекты, в плане выставки, когда нужно предоставить, когда нужно развлечь толпу. В первую очередь это проекты, связанные с перформансом. Когда на мероприятии появляется что-то интересное в плане образа, то люди на это реагируют больше. По идее вообще любой человек, который хочет посмотреть на себя под другим углом, и я в этом ему помогаю, создавая какой-то образ, который ему будет наиболее полно подходить. Вы делаете декорации и костюмы для театров и для кино? Были ли такие предложения? Для кино да. У театров как правило свои гримеры, свои задачи и те материалы, допустим, которые используются для съемок в кино при близком расстоянии, эти материалы могут быть слишком дорогими для театров. И поэтому в театре используются... В театре вообще работают другие законы, законы сцены. И, соответственно, материалы и все прочее используются для их задач. И у них есть определенный штат, сотрудников которые это выполняют. Ваша работа непосредственно предполагает контакт с людьми. Как взаимоотношения с человеком, которым вы делаете грим или вы костюмы делаете влияют на качество исполненной работы? Качество есть качество, но не зависит от того, насколько нравится мне человек или не нравится. Вы говорили, что составить можно не любого человека. Вы учитываете какие-то особенности физиологии или характера? Фактура. Да, мы называем это фактурой. В зависимости от фактуры человека есть то, что можно с ним сделать, потому что это будет хорошо смотреться или то, что нельзя с ним сделать, потому что это будет смотреться никак. Расскажите немного о материалах, которые вы используете для создания. Смотря какая задача. То есть, если это художественный грим, соответственно, используются материалы и краски для художественного грима. Если это какие-то постежорные изделия, усы, бороды, то, соответственно, там разного рода волосы используются, крючки, щипцы для завивки. Если это бутафория, то там уже может и стеклопластик использоваться, и новые современные материалы, которые появились не так давно. И мы можем сделать абсолютно любой образ и любого уровня сложности, будь то это даже голливудский уровень. Редактор субтитров субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Живут достаточно долго. И они их помнят, их видно, они их говорят и их замечают. Истинный мастер своего дела — это кто? Какими качествами, кроме профессиональных навыков, он должен обладать? Упорством и спокойствием. И терпением. Должен ли художник, творческий человек себя как-то ограничивать, ставить рамки? Да. Рамки и во времени, рамки и насчёт качества, ну и рамки в задаче. Что тогда есть свобода творчества? Раз. Нужно ставить себя в рамки. Свободы, в принципе, такого понятия, ну как бы его лучше не использовать. Есть степень свободы. И вот эта степень свободы как раз она и ограничивается рамками. Чем уже рамки, тем больше возможностей, тем больше концентрация внимания на чём-то. И, соответственно, мозг уже начинает работать немножко по-другому. То есть в рамках он может творить без рамок, творить в принципе нельзя. Если бы не сфера творчества, не пластический грим, чем бы вы занимались? Творчеством, но в какой-нибудь другой отрасли. Ну если бы, сейчас поясню, если бы я, допустим, пошла дальше развиваться в направлении туризма, то я бы там тоже творила, но, допустим, создавала бы новые туры. Мы говорили до этого о чемпионатах и конкурсах. И вы сказали, что ваше личное участие... Вы лично не участвуете, участвуют люди в ваших костюмах. Как вы ощущаете себя тогда, когда ваш образ побеждает, но все лавры достаются тому человеку, кто в нём был, не вам? Я всё равно радуюсь, потому что, во-первых, моя работа была оценена и оценена призовым местом, а дальше уже, мне кажется, уже не важно. Какой самый странный, может быть, необычный образ вам приходилось создавать? Да я уже давно перестала чему-то удивляться. Самый странный. В смысле странный? Ну, может быть, такой, от создания которого вы хотели бы отказаться лучше? Ну, если бы это противоречило каким-то моим моральным нормам, то я бы отказалась. Но, как правило, таких образов ко мне просто не приходит. На самом деле, спасибо вам большое. Спасибо большое за уделённое время и за то, что вы ответили на все мои вопросы. Я была очень рада с вами познакомиться. Взаимно. Приходите к нам ещё. Будем рады. Играя с образами, вы не столько перевоплощаете себя внешне, сколько узнаёте свой внутренний мир. Валяна Поблосова и Ксения Юдина. Творческое объединение. Медиакласс. Медиакласс. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok